Бегайте! Не побежайте! Пришли на Соборную площадь во Всероссийский день бега и участники кросса нации. Марафон, который собирает огромное количество. У нас заявлено более 13 тысяч спортсменов. На кросс-нации около 5 тысяч. Поэтому это очень здорово. Сейчас, когда мы видим, как маленькие ребятишки финишируют у нас на стадионе «Динамо», получают подарки, для них будут приготовлены спортивные, культурные программы. Это очень здорово. Поэтому самое главное – любить спорт и быть всегда в тонусе. У нас друзья бегут. Вот мы их пытаемся найти, чтобы поболеть за них. Мы, в принципе, за всех болеем. А Алиса уже на следующий год сама хочет бежать. Ну-ка, Алиса, расскажи, ты что, любишь бегать? Да, я люблю пробежки. Часто совершаешь? Ну, я сейчас, бывает, бегаю. Я летом бегала. Все на великах ехали, а я их догоняла пешком. Нынешний 24-й по счету марафон преподнес своим участникам немало нововведений и сюрпризов. Подарок для любителей. Благодаря новой системе хронометража каждый участник получил свой персональный результат по итогам забега. Подарок для профессионалов. Впервые в истории наш марафон проводился в статусе Кубка России. Перенос даты проведения соревнований с августа на сентябрь. Весь темп бега, который сейчас разворачивается на дистанции, говорит о том, что условия созданы соответствующие. Это условия хорошего спортивного события, настоящего праздника бега. Я думаю, что каждый сегодня в этом празднике найдет свое место, каждый выполнит эти задачи, которые ставят перед собой. И достигнет их целей, которые сегодня есть у бегунов, у любителей профессионалов. На основной марафонской дистанции разгорелась серьезная борьба за первенство. Абсолютным победителем среди мужчин с результатом 2-13-23 стал легкатлет из Эфиопии Нигусик Китема. До рекорда трассы ему не хватило 21 секунды. С разницей в 5 секунд финишировал кенийский спортсмен Эванс Кинкарир Тайгет. Я очень счастлив, что здесь смог занять второе место, так как пару недель назад я пробежал марафон в Европе и выиграл его, так что это для меня был хороший старт. Драматичным получился финиш в женском забеге на 42 километра 195 метров. Абсолютной победительницей среди женщин с результатом 2-31-50 стала омская спортсменка Евгения Данилова. Евгения вырвала победу из рук эфиопской бегуньи, лидера большей части забега, мессерет Мингисто, опередив ее на 10 секунд. Буквально до последней минуты не было ясно, кто же из девушек окажется первой. И только на отметке 120 метров Данилова вышла вперед. Кроме победы в Сибирском международном, Амичке достался титул обладательницы Кубка России среди женщин. Я не знаю, откуда взялись вот эти силы на последние 200 метров. Я поняла, что этот разрыв на 200 метрах отыграть нереально. Что-то сверху щелкнуло и все сложилось. Здесь просто такая поддержка болельщиков. Такое ощущение, что я просто на этой волне. Мы готовились, мы готовились на победу. Когда узнали, что приезжает такая сильная эфиопка с результатом 2.29, притом свежайший результат, конечно, это напрягало, но вот получилось, главное получилось. Третью женщин стала кенийская бегунья Эмили Джилага Тротич. Драматизм, преодоление, радость победы, удовольствие от бега. Каждый, кто вышел 22 сентября на старт, получил заряд бодрости и хорошего настроения. А события 24-го сибирского международного марафона бесспорно подтвердили лозунг «Твой марафон – твоя победа». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...